дорогие друзья привет сегодня обещанный ролик который я давно планировал записать ссылку на интервью которая вам сегодня будет представлена мне давно отправил мой подписчик и когда я посмотрел его мне возникла мысль сделать это достоянием всех вас моих подписчиков тем более что интервьюируемый это профессор доктор медицинских наук борисов владимир викторович профессор кафедры урологии сеченовского университета с которым лично я знаком он выступал на защите моей диссертации в москве мы с ним неоднократно встречались на пленумах российского общества урологов на различных конференциях в общем я посчитал возможным представить его интервью не ущемляя и в коем случае его так скажем авторство наоборот хочу представить вам подтверждение очень многих постулатов и сведений базовых знаний которые я вам давал в предыдущих роликах из других уст не из моих уст от лица очень авторитетного профессора российской урологии даже международной урологии потому что несомненно это величина международного масштаба поэтому думаю владимир викторович меня не на меня не обидится за это интервью тем более что сейчас очень модно разбирать и комментировать различные выступления и интервью известных людей и политических деятелей поэтому я на правах знакомства с ним взял на себя ответственность такую представить вам его мнение о различных аспектах диагностики и лечения хронического простатита и сопроводить его выступление некоторыми комментариями своими зачем затем чтобы он выступает с позиции выступления перед специалистами перед урологами используя очень часто термины и высказывания которые само собой будут понятны урологом но будут не совсем понятны простому обывателю простому мужчине который слушает поэтому я немножко расширяю объясняю его терминологию высказываю свое мнение по этой проблеме доказываю вам что она совпадает с его мнением абсолютно полностью и отсылаю вас к некоему ролику своему где эта тема раскрывается более подробно и так какие вопросы сегодня мы увидим ответы это сложности диагностики инфекции мочеводящих путей у мужчин второе обоснованность лечения антибиотиками и вред самолечения о массаже простаты узи простаты и его роль в диагностике хронического простатита норма половой активности у мужчин камни и фиброзные изменения в предстательной железе о физиотерапии при простатите итак начинаем владимир викторович как стоят обстоят вообще дела у молодежи с хроническим бактериальным простатитом с болевым синдромом это же самая такая противная болячка которая вот в принципе есть вот в урологии папа но если еще не брать например там мочекаменной болезни до хронический бактериальный простатит с болевым синдромом вот именно я хотела захотел этот вопрос именно с вами обсудить потому что у вас большее количество публикаций по этому делу вас целая книжка поэтому дел да есть я все прочитал свое время я учился поэтому как бы почему учители не спросить при всех что с этим делать но как обстоят дела вообще в стране почему бы учитель не припереть к стенку расскажи нам все пожалуйста что я могу сказать то что эта проблема крайне важная то что эта проблема крайне актуальная социальному спору нет но бактериальные формы простатита составляет от 5 до 15 процентов всех форм хронического простатита которые есть то есть его не так много его не так много и тут ведь дело в том что диагностировать бактериальные формы с одной стороны очень просто а а с другой стороны крайне сложно объясню почему очень просто взяли секрет предстательной железы посеяли посеяли и получили ответ нас вернулось взять можно 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 и получили ответ рост но предположим там и шерихи коле там энтеробактерии другие спрашивается это бактерии которые живут в предстательной железе или в процессе выделения секретов по мужской уретре наружу идет контоминация флоры которая живет в уретре по хорошему по хорошему надо было бы посеять первую порцию мочи и сравнить спасибо вам секрет предстательной железы но кто будет с этим возиться я буду если будешь вы будете я буду вот поэтому тогда тогда отделить вот эти формы контаминации от истинного содержание бактерий в секрете предстательной железы возможно возможно если этого нет если этого нет то можно лечить от несуществующей болезни что у нас чаще всего провести дело все в том что например честь и хвала михайлович когану который вместе со своими сотрудниками и вместе с сотрудниками кафедры микробиологии с профессор набока они обследовали мужчины они доказали что у мужчин живущих половой жизнью уретры всегда инфицирован другое дело другое дело что там не патогенная флора другое дело что там даже если она патогенная то она в предельно низких титров что там могут быть не клостридиальные анаэробы которые сейчас мало кто может найти поэтому этот этот диагноз с одной стороны он очень простой с другой стороны он очень сложный а вот так сейчас на второй момент извини я понял хочу просто мысль закончить дело-то все в том что диагноз хронического бактериального простатита крайне ответственный почему потому что если этот диагноз поставлен и поставлен обоснованно то человек на первое место в лечении должен поставить антибактериальную терапию правильно и вот здесь друзья мои я хочу обратить на ваше внимание на то что в эти вопросы которые сказал владимир викторович и сложности в диагностике и виды исследований на инфекции что такое обычный мозог что такое иммунофлюоресцентный анализ что такое пцр или днк диагностика это все я освещал в своих роликах которые вы видите сейчас на экране вы можете прямо по номерам их найти на моем канале в разделе видео и посмотреть если кто-то хочет более подробно разобраться в этих вопросах как к ним относиться что за виды инфекции бывают какие условно патогенные лечить их или не лечить как к ним относиться и так далее пожалуйста проходите и смотрите а если он поставлен необоснованно тогда его будут лечить антибиотиками неопределенно долго и получать все удовольствие от необоснованной антибактериальной терапии то же самое наблюдается у женщин когда на основании одного анализа мочи как говорят многие многие вот нефрологи с которыми я работаю терапевты некоторые урологи мочевой синдром что такое мочевой синдром моча плохая там говорит лейкоциты там белок там бактерии то слизь ну и что откуда это идите извините и выполните душ да еще раз пересдайте и необоснованный диагноз хронического пил нефрита определяет порой пожизненную терапию антибиотиками антибиотики известно что во первых это токсичные цитостатики которые тормозят все так сказать иммунные реакции хотя есть исследования которые доказывают что это не так тем не менее это вполне 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 реально но это яд антибиотики это низкодозовый яд вот поэтому только по показаниям дело все в том что антибиотики обладают одной очень неприятной способностью они способствуют развитию фиброзной ткани в паранхематозном органе в органе мишени а возьмите например пневмонию леченную антибиотиками если период лечения антибиотиками затянут то есть пациент получил заведомо больше чем антибиотиков чем необходимо это все кончается но в худшем случае так называемой корнификации если есть геморрагический компонент все это превращается в соединительную ткань в лучшем случае пневмосклерозом причем чем больше антибиотиков тем больше пневмосклероз аналогичным образом и при просто хроническом простатите если вы год лечите пациента не обоснованно лечите антибиотиками смотрите во флору не смотрите флору но это кончится тем что в представители железе будут трубцовые изменения друзья мои что здесь важно обоснованность значение антибиотиков ведь очень многие из вас почувствовав один раз какое-то улучшение или внушить себе что стало лучше после приема антибиотиков все-таки не бросают эту мысль найти какую-то заразу а при желании как мы уже показали ее можно найти всегда обосновать лечение антибиотиками если даже вы обратитесь с какой-нибудь условно патогенной флорой в современную частную клинику врачи урологи с удовольствием потирая свои руки возьмут вас под опеку и назначат вам курс лечения за соответствующую сумму поэтому те у кого витает в голове мысль найти заразу убить ее антибиотиками и стать навсегда здоровым глубоко ошибаются многие ведь просто самолечением занимаются почувствовали какие-то симптомы начали пить антибиотики еще почисты почувствовали симптомы пошли сдали анализы нашли какой-нибудь стафилокок эпидермидис или кишечную палочку и опять начали самостоятельно пить антибиотики так вот владимир викторович высказал очень интересную мысль которую я раньше не встречал что необоснованное назначение антибиотиков ведет к склерозу в органе мишени а очень много меня спрашивают фиброз простаты что это одно и то же в результате длительного воспалительного процесса образуются выраженные склеротические изменения в предстательной железе которые ведут к замещению воспаленных зон соедительной тканью рубцовой тканью и потихоньку простата теряет свою структуру замещается этой соедительной ткани вот крайняя степень и называется склероз простаты или фиброз простаты вот у меня фиброз простаты как же его лечить вот ну во первых поздно пить боржом когда почки отвалились как говорится в популярной поговорке а во вторых принимая бесконтрольно и часто антибиотики вы не только губите себе иммунитет разрушаете кишечную микрофлору нарушаете пищеварение выбиваете из равновесия весь ваш организм но и усугубляете этот фиброз простаты ведь многие с фиброзом простаты обязательно лечатся антибиотиками в том числе чем усложняют ситуацию ухудшают ее поэтому думайте еще раз прежде чем открыть упаковку с антибиотиками начать самостоятельный прием почему мы и говорим о том что с одной стороны это может быть очень простой диагноз а с другой стороны это диагноз очень сложный очень ответственно мять или не мять простоту но французы французы они ведь кстати сказать французская урология имеет не меньшую историю чем российская вот они говорят что мужчинам после 35 40 лет массаж предстательной железы приносит пользу так ладно мы географическую широту давай если а если взять ну сейчас принято там всякие исторические факты приводить ну такой тенор в россии собин да был в ярославле конечно особенно вот собинов перед ответственными партиями обязательно делали массаж что выше выше дот убрал да чтобы его голос был так сказать более чистым ну это конечно на грани на шутки на грани конечно но но если большой театр такое устроит если говорить о массаже предстательной железы не нужно перебарщивать ведь почему например есть масса противников до перфорации видел доходят кишки ну 91 массаж был там в помню в рыбинске был такой случай 91 массаж предстательной железы до дураков не сеют не пашу да тут тут видела дело все в том что постольку поскольку каждый массаж предстательной железы не знаю как раньше вот в советские времена это 10 рублей да и маркетинговый ход да и профессор франштейн когда его спрашивали что должен ощущать уролог вставляю указательный палец правой руки в прямую кишку отвечал хруст червонца ах вот но тут дело того все вот в чем раз это так сказать процедура которая может носить коммерческий характер а люди хотят заработать как можно и побыстрее начинают делать массаж предстательной железы каждый этого нельзя ни в коем случае этого делать нельзя на постольку поскольку естественным процессом опорожнение предстательной железы от секрета является половой акт а наиболее разумно ну так скажем для среднестатистического мужчины является там два три половых акта в неделю ну да значит соответственно либо это через день либо это два раза в неделю вот но это это вполне возможно друзья мои подробно о массаже простаты я рассказывал сорок четвертом ролике мое отношение там выражено она абсолютно солидарно с мнением владимира викторовича не может быть другим цель массажа простаты принудительно опорожнить предстательную железу и ее участки которые заполнены вязким секретом либо из-за потери нервномышечной активности она не может самостоятельно опорожениться вот из этих зон тем самым очистить ее освободить от измененного секрета улучшить кровообращение и так далее и соответственно все это делать надо в рамках абсолютно разумного подхода и обдумывая все специалист должен не просто там вот 10 массажей простаты каждый день или 10 массажей простаты через день оценивать от процедуры процедуры какие изменения происходят в предстательной железе и дальше продолжать или прекращать эти манипуляции секрета узи хронический простатит имеем право ставить вон нет но вот почему врачи узисты там мои коллеги иногда урологи пишут картина хронического простатита но елы-палы где там написано на картинке я вот сам делаю узи но я не вижу я даже перестал это делать узи потому что у меня просто чтобы чтобы знаете как это про коллег говорят либо хорошо либо ничего кроме правды кроме правды да это это то что всегда замал почему почему узисты себе позволяют взяли себе или прерогативу такую себе взяли то что они имеют право писать картина хронического простатита ну как же так напишите увеличение объема предстательной железы напишите то что конгестивные изменения до невоспалительный характер там опишите красиво но почему у нас вот такая в стране появилась тенденция кто им дал право писать такое значит человек ведь с ума сразу сразу об объеме да ведь в зависимости от наполнения секретов еще в зависимости от венозной конгестии которые особенно по ночам проявляются который проявляется в начальных стадиях аденомы измерение объема простоты по данным ультразвукового исследования плюс-минус 30 процентов а в какую сторону плюс или минус и в плюс и в минус как же разобраться опорожнилась железа минус 30 надо узнать на поле дожил половой жизни наполнено плюс 30 но дело не в этом ведь это так сказать все вот такие тенденции это тенденции своеобразные так сказать мировоззренческие но как же так человек которому в руки дано устройство с помощью которого он может разглядеть внутри и не поставить дело это все в том что хронический простатит это диагноз клинический конечно ультразвуковых диагнозов не существует не имеют права врач ультразвуковой диагностики может написать только заключение диффузные изменения увеличение объема там застойные моменты не более того и не надо в голову лезть нашим пациентам потому что люди сходят с ума от этого то есть то что видит то что видит то он пишет он должен он должен написать и все что вижу то и пою не более того поэтому не зря в диагностике хронического простатита это по моему в 2013 году в клинических рекомендациях европейского общества уролога в диагностике хронического простатита было удалено узи предстательной железы узи предстательной железы сложный очень вопрос по поводу узи у меня есть ролики где высказываю свое мнение вкратце хочу дополнить что абсолютно прав уважаемый профессор что как же так сидит такой солидный врач или очень красивая женщина доктор вся такая грамотная красивая приятная около прекрасного дорогого навороченного аппарата узи и как же это она не может высказать то свое мнение что же там происходит в этой предстательной железе да еще и пациент спрашивает естественно ну как там врач ну как там доктор что-то у меня сильно страшно сильно серьезно или нет и вот она начинает давать свои заключения а предстательную железу эту она в жизни своей никогда не видела никогда не не лечила и никогда в руках не держала понимаете и вот с одной стороны метод чрезвычайно информативный и дает в умелых руках и при нормальной голове грамотный очень ценную информацию с другой стороны узи наносит вред и вот очень часто я говорю о том что узи это тот метод когда его где-то там сделали и пациент пришел к урологу лугу на него не нужно обращать особое внимание возможно только лишь посмотреть на изображение если врач узи делает фотографии хотя бы чтобы примерно себе представить что там за структурные изменения приведу пример мужчина испытал неудачу при близости с женщиной что же такое ну естественно в интернете это простатит но идти куда-то записываться на консультации там тратить деньги время это пойду-ка я сделаю узи простаты хоть посмотрю что там у меня там и идет платит деньги делает узи спокойно без всяких проблем и получает описание диффузная неоднородность эхо структуры предстательной железы зонами уплотнений с выраженными участками мелких зон подозрительных на кальцинаты период ральной зоне незначительное повышение объема предстательной железы и так далее тому подобное заключение хронический простатит да еще и некоторые напишут стадии обострения и дают это в руки этого мужчине который и так потерпел психологическую травму и он видит да у меня там кошмар сплошной ужас жалоб именно на простатит у него нет или какие-то незначительные бывают дискомфортные явления кого их не бывает когда на превышает человек свою норму сексуальной активности либо наоборот по каким-то причинам отъезды командировки либо какие-то другие факторы два-три месяца не живет половую жизнь простата застойное появляются какие-то тяжести дискомфорты и прочие абсолютно физиологические моменты которые восстановятся после начала половой жизни это психотравма надолго и вот он идет с этим заключением опять же в частную клинику и попадает в объятия урологов которые с удовольствием начинают его лечить за его же счет я уже говорил вот в этих роликах если вы их посмотрите более подробно о различных вариантах если вы возьмете сотню мужиков любых на улице и сделаете им узи простаты у 90 процентов вы найдете структурные изменения возьмите этой же сотни сделайте рентгенографию легких у 90 процентов вы найдете какие-то структурные изменения кальцинации очаги гоны и так далее посмотрите желчные пузыри у всех будут особенности у кого-то перетяжки и изгибы застойное содержимое и так далее то есть изменение структуры простаты обнаружится у 90 процентов мужчин разного возраста оценить их должен клиницист врач ультразвуковой диагностики должен описать картину которую он видит и рекомендовать консультацию уролога он не имеет права ставить диагноз потому что он некомпетентен по этой причине во многих в большинстве стран мира такая специальность как врач узи диагностики отсутствует как класс то есть у урологов стоит ультразвуковой сканер он сам смотрит почку он сам смотрит простату он понимает что там он понимает что он хочет найти и уточнить это может быть зона из которой надо сделать без сию простаты это как правильно оценить ее объем нужно или нет операция при гиперплазии и так далее то подобное миллион тонкостей но когда это смотрит специалист кардиолог сам смотрит сердце понимаете вот и так далее тому подобное там травматологи ортопеды сами смотрят суставы на узи никакое заключение откуда то им не нужно началось это у нас того что организовали диагностические центры в советское время когда эти узи аппараты были вообще единичные чтобы обеспечить массовое обследование населения то есть стоит один аппарат на 500 тысяч населения из всех лечебных учреждений отправляют к этому узи диагносту и он смотрит и печень и щитовидную железу и простату и селезенку и все что угодно и выдает заключение направо и налево получают эти заключения эти картинки в лечебных учреждениях клиницисты и тогда это был конечно диагностический прорыв сейчас этот метод исследования очень часто становится таким генератором диагностической лажи то есть шума белого ненужного никому и он часто является генератором дезориентации и врачей и пациентов особенно пациентов они просто сносит крышу у них после этих заключений узи поэтому подробнее смотрите в моих роликах я не хочу ничего плохого сказать о врачах узи диагностики есть прекрасные замечательные специалисты которые из себя представляют огромную ценность и вот такой врач мыслящий который знает особенности предстательной железы которые работает именно с урологами вот тогда все его заключения осмыслены и он никогда не возьмет на себя ответственность ставить клиническую форму диагноза он всегда напишет обнаружено то 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 рекомендована консультация уролога все если и у него пациент спрашивает ну что там у меня он скажет вы знаете я там нашел изменения они предположим не страшные это встречается очень часто оценить их должен уролог и что делать вам дальше должен сказать уролог непонятные камни которые то ли есть то ли нет тоже спор с узистами но они там вроде бы как и есть ну тут такой момент то что мы говорим сегодня именно по теме хронического простатита с болевым синдромом это действительно большая морока для людей до момент есть еще один и люди с ума исходят еще от количества антибиотиков постоянно я видел у меня был пациент который 6 месяцев пил антибиотики это не придет это страшно что с что с их кишечниками происходит это страшно добавь еще то что мы вынужден рекомендуем нестероидные противовоспалитель что желудком происходит что происходит желудочно-кишечным трактом вообще с печи а тот а тот кто назначает допустим тот же вольтарен или ему подобные препараты даже в свечах думая что это вредно не повлияет пусть хотя бы один раз себе в прямую кишку 50 миллиграмм вольтарена вставит и он поймет что тогда может быть боль то она и притупляется но жжение в прямой кишке возникает такое что как препарат уже после горчичного тампона незабываем я хочу начать с конца так что нужно делать период ремиссии вообще все в этой жизни чаще всего начинать с конца и жизнь человеческая во-первых вести здоровый образ жизни курить пить ну кто курит кто курит бросить лучше хочет бросить пусть бросает я сам прошел этот ад я рад а кто а кто не хочет вот я 40 лет курю и я не пропагандирую курить но у вас нет хронического простатита нет вот с болевым синдромом бактериального по дальше курить значит злоупотребление алкоголем конечно же способствует поэтому это должно быть дает отек поэтому мы должны эту убрать далее употребление больших количеств жирной острой пищи приправ в особенности на ночь то есть все это провоцирует конгестию и секреторную и венозную и тоже может способствовать возникновение обострения санториновое сплетение вроде там отекает от острой пищи вот это я помню вот и наконец 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 нормальный ритм сексуальной жизни это как ну как каждому свое как говорят как надо жить половую жизнь меня спрашивают по коммунистическому принципу это как от каждого с по способностям каждому по потребностям это этот принцип меня пациенты спрашивают сколько раз надо жить в неделю я говорю а вы не хотите спросить меня сколько раз надо жить в день вот лично мои разы с вашими вообще никак не могут каждому индивидуально как захочется правильно есть вопрос конечно вопрос на который можно час и больше до следовать это вопрос половой конституции 3 вида кому-то задавцы кому-то нужно каждый день и по нескольку раз кому-то надо там два-три раза в неделю а кому-то одного раза в неделю или раз две он сейчас хватит и он чест конечно вот поэтому это вот к вопросу о профилактике друзья тема профилактики обострений простатита тема здорового образа жизни мужчины и правильного питания это огромное совершенно на тело на которые можно говорить часами у меня есть несколько роликов которые этому посвящены но конечно они не полностью раскрывают все возможные аспекты этих вопросов кому интересно вы можете их найти и посмотреть здесь более широко я рассматриваю с позиции со своего собственного опыта и с позиции работы с пациентами все эти вопросы они достаточно понятны и влияние питания на уровень мужских гормонов и влияние физической активности на мужское здоровье и прочие моменты пожалуйста кому интересно ищите смотрите я говорю о мужской половой активности посмотрите пожалуйста ролик где я достаточно подробно рассматриваю этот вопрос вам многое станет понятно что от себя ждать в каком возрасте уже ты 01 аппарат я делала дело-то все в том что ведь забывается все тревог новый лазер но спрашивается там ректальное применение лазер или магнитолазерной терапии для лечения хронического постоянства ну что там света не бывает прямой кишки вообще освещаем не знаю вот я не назначил меня всякого рода электрические воздействия или возьмите эту скандальную историю старую клиника гуськова которая высасывалась предстательная железа это это ужас был больного смотришь ректально и вместо предстательной железы щупышь яму там ткани нет то что там все высасывается там наступает атрофия предстательной железы то есть там и простатита нет простатита нет и ткани нет а боли к сожалению остается но потому что ишемей никуда не делается причин тазовые боли кроме простатит более чем достаточно ну да поэтому конечно конечно хорошее лекарство то который помогает поэтому я например наблюдая вот современную ситуацию конечно доказательная медицина это фундаментальная основа наших действий но тогда зачем же мы рекомендуем кучу бадов включите телевизор кучу бадов которые не прошли клинических испытаний и не доказали этой самой доказательной медицины своей эффективности зачем мы тогда людям морочим голову есть другой вопрос с этим надо бороться конечно есть бады которые поможили клинические испытания и документированы это все и доказали для этого не надо 10 лет да вот поэтому то то что доказано да то что не доказано можно на придумывать этих бадов сколько угодно но я вот сейчас смотрю к телеканалу домашний там я не буду говорить название постоянно там экстракт ореха грецкого еще там что-то содержится и вот это все якобы помогает пристательной жизни вы извините меня но я 10 лет в урологии но я не знаю препаратов которые основаны на экстракте ореха грецкого которые помогают для пристательной жизни история когда мой учитель профессор пытель пригласил в гости профессора золотарева вот и когда значит накрывали на стол он поставил графинчик и говорит изи вот это настой из перегородочек грецкого ореха говорят очень хорошо для предстательной железы и сексуальных способностей и пошел в кухню возвращается пол графинчика нет он горку куда он делся да я горит налил себе тут полстакана говорит ты что его же по 15 капель капать надо что же теперь будет и ничего не было подумаешь чего и перегородки перегородки еще один огромный пласт вопросов это происхождение боли при простатите я тоже посвятил этому вопросу некоторое внимание в соответствующий соответствующем ролике биологически активные добавки их громадное множество любой мужик запутается что же полезно что не полезно тратит гигантское количество денег на псевдо лекарства кому интересно смотрите мое видео какие-то вопросы я объясняю и что касается физиотерапии мой взгляд абсолютно пересекается с уважаемым профессором это вспомогательный метод который тоже должен применяться в умелых руках соответствующего специалиста и заключение друзья хочу сказать цитатами из великой книги всех времен и народов из библии кто умеет уши слышать да услышит по поводу ушей посмотрите мой ролик русский язык и способность думать там я эту тему раскрываю в конце концов еще одна цитата оттуда же кто говорит то что знает говорит правду у свидетеля ложного обман в наше сложное время обилие интернет информации появилось миллион экспертов псевдо экспертов которые рассуждают и на тему простатита и на тему мужского здоровья и вы можете наслушаться очень много разнообразной информации является ли она правдой является ли она истиной думайте